Всем привет! Меня зовут Евгений Чекан. Я расскажу вам сегодня немножко про перформанс веба и про тулсы, которые, больше даже про тулсы, которые есть, которыми можно и нужно пользоваться, как они пользоваться и что с этим нужно делать. Вкратце про себя. Вот в этих компаниях я поработал за последние несколько лет. Upwork, Flamble, Densys, NextMedia и еще на самом деле кучка других. Последние года, полтора, год, может быть, я занимаюсь аудитом перформанса и консалтингом и практически перестал программировать, хотя раньше занимался этим довольно часто. Там вот внизу справа, кстати, есть ссылочка, по которой есть все материалы. Туда же я выложу слайдики. Это ссылка на GitHub. Вот и там все интересующие вещи можно будет почитать, посмотреть ссылки на дополнительные, материалы и все такое. Вот так как у нас удаленный доклад, он пройдет обычно скучно, проходят удаленные доклады, поэтому, чтобы как-то разбавить, этот доклад мы проведем в режиме демки немножко. Если вы мне покидаете сейчас ссылочек каких-нибудь сайтов, над которыми вы работаете, мы можем с ними что-нибудь поделать и поэкспериментировать. Пока я рассказываю скучную, неинтересную вещь, то уже отработают. Поэтому, если кто-то есть, кто программирует сайт какой-нибудь, можете крикнуть ову, и мы попробуем с ними что-нибудь сделать. Вот. Я надеюсь, что есть кто-то, кто программирует сайт в зале. Удалось? Нет? Скилотрон – это публичный проект Дата Арта, поэтому… Хороший кандидат, давайте его проверим. Давайте. Как его написать, чтобы… Как он? Скилотрон? Думаю, гугл найдет. Окей. Вот это плохо. Так, окей. Давайте. Да, это он самый. Главное, чтобы это не был прогрессив вебок. Так, сюда. Сюда. Вот он спрашивает капчу, мосты. Вроде бы все. Где еще, может быть, мосты? Окей. Заодно поможем гуглу распознать картинок. Так, ну и пока вроде бы все. Окей. Пока там все грузится, я быстренько расскажу про скучную штуку. Для того, чтобы вообще работать с перформансом, одна из важных концепций, которые нужно понять, это HAR или HAR или HTTP Archive. И его очень называют, иногда называют waterfall или водопадом. Но если говорить прям строго, то хар – это формат файла, а waterfall – это способ его представления. Это вот такая штука, которую, может быть, кто-то видел. Как я общался со многими людьми, выясняется, что многие не особо понимают, что здесь происходит. И это важная штука, она есть во всех практически тулзах, которые связаны с перформансом, и ее важно понять. Поэтому быстренько ее разберем. У нас здесь есть ресурсы, которые грузятся на страницы. Вверху у нас вот сама страница, почти ML как. По оси Х у нас время. То есть слева у нас нолик, справа у нас какие-то секунды добавляются. Вот этот вот красочный прямоугольничек может состоять, на самом деле, из многих цветов, и в разных тулзах эти цвета означают разные вещи. Но в целом вот скриншотик из гугловского DevTools'а, из хромовского. И что собой этот прямоугольничек разноцветный представляет? Это разные-разные-разные этапы запроса, получения, ожидания, ответа от сервера. Касаемо одного ресурса, просто схлопнутые в одну линию, скажем так. Здесь у нас видно, что waiting, time to first byte, время ответа сервера у нас составило 180 миллисекунд. Сам контент мы скачивали 12 миллисекунд. И все это, соответственно, схлопывается в такой маленький прямоугольничек, в котором на глаз можно бегло вот так глянуть и понять, что мы ждали ответа сервера примерно в 10 раз больше, чем заняло у нас скачивание этого ответа. Дальше потом у нас загрузилась картиночка. То есть ее видно, что она начала загружаться, вот начало зеленого прямоугольника, примерно когда мы получили ответ от Google Tag Manager. Ну и так дальше, так дальше, пока у нас не загрузилось все. Про Tools'ы. Если есть вопросы, кстати, по каким-то пунктам, которые непонятны, то лучше это сразу как-то махать рукой и говорить, что есть. И сразу расскажу, зачем это нужно. Но пока продолжим дальше. Tools'ы. Самое главное Tools'ы – это Google Chrome и Vodif Tools'ы. Там очень много всего. Есть, на самом деле, более хитрая версия, которая называется Google Chrome Canary. Это что-то типа среднее между Chromium'ом и Chrome'ом. Если кто-то работал с Chrome'ом, он сам его собирал, там, это все для мира Linux и тех, кто любит пересобирать мир. А Canary вроде как собранный. Вполне возможно, в последнее время его даже начали поставлять на Linux'ы. А раньше не нужно было собирать Chrome'ом. Так, давайте пробежимся быстренько по самому главному табу, который есть у нас в DevTools'ах. Вот обновим страничку и посмотрим на вот этот вот сам waterfall. Окей, вот он случился. Вот, у нас здесь есть DCP-соединение, потом к нему SSL, DNS, look-up'ы. И сколько простаивал этот запрос, на самом деле, и его просто за QL ваузер, за полторы миллисекунды и пять миллисекунд не происходило ничего. Вот мы видим, что контент скачивался очень долго. На это, например, можно обратить внимание. Потому что там 20 килобайт – это очень сложная штука. Надо было, а нет, надо было, надо, чтобы было больше, меньше 14 килобайт в первом запросе. Это очень сложная тема, но ссылочка тоже есть вот на GitHub'е, на краткий курс от Ильи Григорика. Ну, даст, чувак из команды Google Chrome, он подробно рассказывает все про перформанс. Он вообще евангелирует подход к перформансу, что перформанс – это фича, и разработчики должны этим заниматься, и менеджеры должны на это выделять очень много времени. Вот, мы можем посмотреть здесь вот этот водопазик, но вообще в DevTools'ах очень много всего, и про все рассказать, естественно, не получится. Самая важная штука, которая не так давно добавилась – это Capture скриншотов, вот эта вот иконка камеры, в которой можно кликнуть, появится такая полосочка. Мы можем перезагрузить страницу и получить фильм-стрип того, как у нас загружались ресурсы, и при этом, что у нас рендерил браузер. И вот в самом ватерфоле, я не знаю, хорошо видно или нет, но там бегает такая желтенькая полосочка, которая показывает, в какой момент снят этот скриншот. И мы можем, соответственно, делать выводы о том, что загрузилось, что мешало тому, что страничка загрузилась. Ну вот, вот этот сайт находится в Калифорнии, за 258 миллисекунд с отключенным кэшем он загрузился, как раз благодаря тому, что здесь используется вот эта концепция оптимизации critical rendering path, который от Ильи, обязательно посмотрите курс, очень интересная штука, и начнете очень разбираться в тех вещах, которые, казалось бы, очень странные и на первый взгляд не кажутся очевидными о том, как быстро рендерить сайты. Вот, поэтому сейчас двинем дальше. Так, нетворк тап мы рассказали, но окей, нетворк тап мы это все пропустили. Окей, можно приступать к дэну. Простенькая туза от гугла, которая вызывает много головной боли, вот этот вот скор, который там 62 из 100 для мобилки и 72 из 100 у скилотрона для десктопа. Здесь 10 правил есть, которые выполняются или не выполняются, если не выполняются, то вот скор снижается. Они выглядят достаточно простенькими, некоторые из них действительно простенькие, но некоторые из них очень сложно добиться того, чтобы пройти вот этот тест по этому правилу. Вот, вот, Элиминейт Рендеринг Блокин Желаскрипт и CSS. Неинтересно, кстати, как у вас в городе принято говорить, JavaScript или JavaScript или JavaScript. Это как раз относится к той концепции critical rendering пасса. Грубо говоря, если у нас хэд в документе есть, мы там ссылаемся на какой-нибудь там jQuery, да, или, ну вот, например, Google карты. Вот этот JavaScript там вставлен, и, скорее всего, нет атрибута async или атрибута deferred, и браузер ничего вообще не может отрендерить, прям вот вообще ничего, если пока он все скрипты и стили из хэда не скачает. Это очень важная концепция, про которую все забывают, и мы, как бы, сейчас принято в вебе, мы делаем какой-то огромный бандл, суем его в хэд, и надеемся, что юзер успешно скачает, там, мегабайт этого JavaScript и быстро увидит картинку. Вот, мапу можно смело вынести куда-нибудь на DOM Content Ready или Request Animation Frame, что-нибудь такое, сниппетляя. Request Animation Frame есть, опять же, на гитхабе, в этом документе, на которой ссылочка, Bitly Perf 36. Ну, в Яндер, да, понятно, вандл собранный и APA. Без этого, без этого никуда, это, видимо, плашечка, там, не факт, что есть, но, может быть, вот, и стили. И вот пока браузер все вот это не загрузит и не отпарсит, он не отрендерит вообще ничего на странице. Собственно, на это вот этот Узай ругается. Она выглядит не очень прикольно, и не всегда можно ее использовать, чтобы продавливать эти решения куда-то наверх. Вот, если кому-то интересно заниматься, есть специальная такая shiny классная штука, которая прям подходит для менеджмента. То есть вы забиваете ссылочку сюда, отправляете эту ссылку своему руководителю, и он начинает верить в то, что перформанс нужен. Он видит вот такие вот классные штуки, что ваш сайт очень долго грузится, в среднем по индустрии его хуже, и вот здесь те же самые советы. Вот, рендер-блокинг, живоскрипт, тэшинг, гзип, но он, кстати, гзип где-то не включен. Это бывает. Да, кстати. Да. Можно сжимать ресурсы при передаче. Кстати, вот много где пишут гзип, но гзип практически никто не использует. И важная, важная штука есть в гзип-тулзах, здесь можно в waterfall добавить заголовки ответа, любые вообще. То есть можно добавить свои, и вот этот вот, мы видим гзипом сжато, а большая часть сжимается алгоритмом BR. Это алгоритм Brotley, который разработали в Google, и который веб вообще уже, в принципе, все используют и Cloudflare, и KCDN, все CDN-ки используют как-то P2 давно, и Brotley. Никто уже практически не язык гзип, но это просто, просто что, не верьте, если где-то написано гзип, это не всегда работает. Но это простенькая тулза обзорная, еще есть две тулзы обзорных, тоже простеньких. Пингдонская тулза, которая выдает более такие подробные, я не знаю, советы. Ну да, вот с кэшингом в браузере все не очень хорошо. Многие, многие не делают серьезный кэш в браузере, хотя вот, да, вот здесь бандл правильно собран, многие ставят там вопросик, и в get-параметр сует версию. Это не очень хорошо, потому что промежуточные хосты типа CDN-ов и прокси могут кэшировать вне зависимости от get-параметра. И на самом деле у вас кэш не сбросится от того, что есть версия, а вот версионировать в имени файла или в пути, это правильное решение. Здесь ребята молодцы, все так делают. Куча, куча здесь рекомендаций, которые может быть. Опять же водопадик, который можно посмотреть, и, как я говорил, это есть во многих тулзах, можно посмотреть заголовки и все такое прочее. Но это больше, на самом деле, обзорные тулзы, что Пингдон, что GTmetrix, что одни, что другие занимаются высокопроизводительными решениями. GTmetrix – это хостинг канадский, высокопроизводительный, Пингдон тоже хостинг, и у них еще есть несколько тулз для мониторинга и прочей, относящейся к хайлоду штук. Ну вот, да, на GZIP все жалуются. В общем, ссылки на все эти тулзы есть, я не хочу на них сильно заострять внимание, потому что они такие обзорные, не очень важные. Они для того, чтобы в первом приближении понять вообще, что происходит и что с этим делать. Ну вот, например, скачивать 1 мегавайт не очень прикольно на мобильных подключениях. А сейчас мобильного трафика достаточно много, и будет только больше. И Google переходит на Mobile Only Index, и результаты поиска начнут показывать, основываясь на мобильных версиях. Поэтому к этому надо быть готовым. Одно из лучших тулз, которое есть, это WebPageTest. Если есть вопросы, ну, машите рукой и спрашивайте, потому что я достаточно быстро это все буду прогонять, потому что таймслот небольшой, и хотелось бы про все успеть рассказать. WebPageTest – это такая штука, запускается на виртуалке. Браузер, Chrome или мобильный браузер, или Firefox, или что угодно. Эта штука заходит на сайт и записывает все, что происходило, все, что можно посмотреть в тулзах. Ну вот, например, рендеринг этого сайта выглядит вот так. То есть мы заходим, у нас на 3 секундах до 3 секунд все беленькое, потом у нас подгрузился бандл и вендор, и мы показали какой-то сайтец. Вот здесь вертикальная зеленая полоса в водопадике – это первый пейнт. То есть вот эти вот все, вот эта CSS, вот эти JS, которые здесь, без них браузер не может ничего показать. А что WebPageTest – круто, он показывает, когда браузер парсил эту всю ерунду. И вот эти вот розовые маленькие квадратики, там говорят, что вот этот вот бандл, он парсил. Ну то есть он скачал его где-то здесь на 2 секундах, но при этом примерно он секунду еще потом его парсил, сам JavaScript отрабатывал, и только потом он смог это все отрендерить. Вот, это очень полезная инфа, и нужно оптимизировать все эти вещи и стараться показывать какую-то заглушечку, не заглушечку, а в the fold контент, какую-то верхнюю часть страницы. Но как бы надо с этим бороться. Есть хороший пример. Вот у нас график Visual Progress. Это очень важная штука, которая показывает, ну вот сколько процентов страниц у нас видно на той или иной временной отсечке. В чем прелесть WebPageTest? То есть это здесь можно сравнивать раны между собой, тестовые. И вот, например, один из примеров из моих клиентов, которым мы оптимизировали сайт, который на Shopify, то есть мы ничего не делали с бэкэндом. На Shopify ничего нельзя сделать с бэкэндом. Это совершенно изолированная среда, и вы там в сайте конструкторе можете подвигать формочку, загрузить Excel-кай товары, и все. И оно работает дальше самого как-то. Вот мы выиграли ему полторы секунды рендера, рендера, то есть сайт на Shopify стал работать на полторы секунды быстрее. И теперь он грузится за одну секунду, но начинает грузиться. И мы можем сравнить, посмотреть, вот здесь есть before, и мы видим, что здесь у нас очень много... Ну, то есть jQuery, вот опять же, это зеленая полоса, это первый рендер. jQuery, гугл-шрифты, несколько CSS-ок, несколько JS-ок от Shopify, типа, и только потом мы это все рендерим. Вот. Мы это все подвинули чуть подальше, сделали так, чтобы это не обязательно нужно было для рендеринга. Так, куда, куда, куда уехало, все. Вот. И теперь у нас вот зелененькая полосочка, где сайт начинает рендерить. Ну, их здесь две, одна на самом деле снята с видео, другая, типа, то, что сообщает браузер. Но видно, что здесь даже загрузки джоэски не потребовалось. То есть, браузер скачал HTML-ку и тут же смог отрендерить контент. Какой-то первый. Не весь, но пользователь перестал нервничать. И в пейш-тесте можно создавать видосики, чтобы покадрово сравнивать то, что было до и то, что стало после. Вот, например, мы можем посмотреть. И вот на 0,7 секундах он начал рендерить после того, как мы поработали. И постепенно, прогрессивно это рендерит. А справа, вот, на 2 секундах он рендерит сначала страницу без шрифтов, потом через полсекунду он подтягивает некоторые шрифты, через секунду остальные и все показывает. Вот. Это очень удобно. И когда показываешь такую штуку клиенту или кому-то, опять же, из менеджмента, они очень-очень радуются тому, что можно вот... Ну, для них вот это все Фелькина грамота неинтересна и как бы не соответствует бизнес-целям. Он когда-то показывает, что, о, смотри, мы тут 2 секунды выиграли, он такой сразу, о, ух, ты здорово. Вот, и начинает засыпать тебя деньгами и новыми задачами по перфомансу. Сравнивается здесь все. Вот, опять же, по visual progress до и после, после синий график до красный график. То есть мы сдвинули это все ближе к нолику и ближе к началу таймлайна и начали это рендерить прогрессивно. Но вот эти вот потом все прыжочки, это, конечно, странная штука. Что хорошо в пейдж-тесте, у него есть API, и на его API сделано много-много, очень много других тулс для перфоманса. Одна из них Speed Curve от создателя ватпейдж-теста. Другая – MacMetrics. Speed Curve мне нравится поменьше, MacMetrics побольше. Для MacMetrics я пишу статьи, мы вместе делаем с его клиентами кейс-стадий, когда сайт у кого-нибудь тормозит, мы с ним немножко работаем, и он начинает тормозить меньше, начинает рисоваться получше и довольный клиент. Просто все проблемы со всеми тулсами для перфоманса, вот у этого, по крайней мере, чувака, у него была проблема, что клиенты смотрят вот эти графики и пишут ему, типа, окей, мы увидели, что у нас все плохо, у нас все тормозит, что делать-то, вот, как бы, а что делать, непонятно. И вот мы с ним начали делать кейс-стадий, помогать клиентам. В чем суть MacMetrics и Speed Curve? Вы просто задаете перечень урлов, и эта штучка автоматом дергает API ватпейдж-теста раз в сутки, 10 раз в сутки, как угодно, и отрисовывает вот такие графики, и можно следить за производительностью, как какие метрики выросли или упали. Здесь есть, естественно, лог, сейчас меня попросит залогиниться, здесь есть лог тестов ватпейдж-теста, и вот мы можем посмотреть, какой он будет ран, вот, который занял там 5 секунд, 800 миллисекунд, мы можем его открыть и посмотреть все то, что вот сейчас смотрели на страничке ватпейдж-теста, но немножко в альтернативной расцветке, и понять, что конкретно здесь долго было. Здесь видно, что проблемы с коннекшеном, реально полторы секунды, секунду ждать ответа сервера, это нереально. Тестовая локация в США, сервер в США, а, флафарм, это из Франкфурта был. Окей, но секунды это слишком много, поэтому вот проблема в том, что сервер долго отвечал, и мы уже можем что-то пытаться предпринимать по этому поводу. Так, теперь мне надо показать слайд с гифочкой, обязательно слайд с гифочкой. Все эти тесты, которые я показал до этого, все тулзы, это синтетические тесты. У них есть проблема в том, что они, естественно, не отражают реальное положение дел для ваших пользователей. Это очень важный момент, что на синтетике все может выглядеть достаточно ровно, а для пользователей, для реальных, не очень ровно. Концепция, когда собираются данные реальных пользователей, называется Run, User Monitoring или Measurement. Для этого гораздо меньше есть тулз, потому что это гораздо сложнее, и не всем это нужно. Но самое, наверное, известное и достаточно хорошее – New Relic. Я в ней очень много времени проводил, в прошлые годы. К сожалению, PageView я не смогу вам показать, потому что здесь вырезаны все, отблоком заблочены все места, где упомянут сайт, на котором это все крутится. Я особо не могу показать. У них есть, у них полноценный APM, можно поставить вот эта вот штука, это браузер, грубо говоря, это RAM, который собирается с пользователей. То есть вы пастите небольшой JavaScript себе в код, и он начинает собирать данные пользователей. И здесь достаточно хорошо бывает видно, когда у вас что-то начинает тормозить. Здесь есть вот этот вот Abdex, это некий такой индекс синтетический, агрегированный, в котором они оценивают положение дел. То есть вот он, если больше 0,9, это совсем зеленая зона, и все хорошо. А если он меньше, то это значит, что-то пошло не так, и здесь какая-то просадка по перформансу. Давайте я покажу. Вот еще есть APM-чик у них, можно поставить себе хост, на хост поставить себе агента, который есть там у DigitalOosh, но у всех, если у вас есть Yelk, стек, вы тоже, скорее всего, и зайти какой-нибудь там хост-агент свой, или имеющийся наличие на GitHub в виде нескольких десятков штук. Вот, и здесь можно посмотреть, сколько отрабатывал там PHP, MySQL, да, типа, запросы к внешним ресурсам, типа каких-нибудь API и прочих таких штук. Вот, можно посмотреть трейсы по всяким сессиям, еще типа совет, помимо Hara, который я вначале показывал, ватерфолла. Очень важная концепция в перформансе, на которую все не обращают внимание, но очень мало кто обращает внимание, это гистограммки распределения. Они помогают понимать вообще, что происходит, потому что среднее число, вот сейчас он показывает, 4 секунды у нас, да, а на самом деле это вот такое распределение. То есть от 4 секунд большая часть людей на самом деле в левой стороне, то есть у всех гораздо быстрее работает, то есть тех, у кого работает это быстрее, больше, чем тех, у кого это работает медленнее. Вот, и на гистограммах очень хорошо видно длинные хвосты, когда у вас где-нибудь за 10 секунд выносят некоторых пользователей, которые вообще в принципе не в состоянии там смотреть сайт и взаимодействовать с ним как-то нормально. Вот, обращайте внимание на гистограммки, это все полезные и важные штуки. Если у вас есть какой-нибудь елка, или вы своим решением каким-то другим пользуетесь, типа смотрите там гистограммки, это очень важная штука. Еще один пример, таки ап, который недавно запустили в бета-режиме, я являюсь одним из разработчиков там, там помимо меня есть еще один разработчик, который тоже достаточно давно не программировал, а занимается по большей части перформансом, аудитом и консалтингом. И те наболевшие вещи, которые у нас были, пока мы в процессе занимались вот этим, все мы использовали и до сих пор используем, естественно, и New Relic, и WebPageTest, и все тузы, про которые я сказал. Есть много pain-поинтов, которые не очень хорошо решают другие продукты, и это очень-очень важные штуки, которые нам просто нужны. Ну, я покрасненько здесь покажу, что здесь происходит. Ну, как бы понятно, вот у нас есть обзор перформанса, мы там можем посмотреть, сколько у нас в среднем, например, вот это вот от дом-контент лодит до Windows On Load. Вот это вот все две с половиной, три секунды браузер тратит на то, чтобы загрузить все ресурсы, типа картинок, гугл-карт, CSS, которые не сразу загружаются, а потом. Вот. У нас есть фильтрация, которая есть не во многих продуктах, на удивление, по платформам, мобилки и десктопы. Да, мы можем посмотреть, как это работает для разных стран. Куча всего. У нас на самом деле там забитый бэклог, но если кто-то, я сразу скажу, там контакты мои будут, тоже на гитхабе. И если кто-то зарегается вот в этой штуке с целью посмотреть ее, у вас потребуется нужда в трактовке чего-нибудь здесь или в какой-то фиче, которой здесь сейчас нет, смело пишите мне там в Телеграм или, не знаю, на почту, куда-нибудь еще. И мы без проблем подвинем эту фичу вверх по приоритету, потому что, как бы, если это нужно пользователям, то почему бы и нет. Вот, мы отслеживаем еще First Contentful Paint и не Contentful Paint, который обозначает как раз вот этот зеленый, зеленая вертикальная полосочка везде, во всех, во всех решениях. В New Relic ее нет, что не очень удобно. И если я пойду, вот, например, в какую-нибудь страничку, вот страничка контактов, это сайт одного из наших ферли-адоптеров, здесь вот есть, естественно, водопадик, можно посмотреть, откуда что бралось, как долго это все грузилось, и есть вот эти отсечки, сколько мы ждали ответа сервера, первый фрейм, дом-реди и виндово, вот эти все вещи можно посмотреть, опять же, да, пофильтровать по всем делам. Вот. В чем преимущество этой штуки, почему мы это делаем, и почему я вам ее показываю, несмотря на то, что с A-bet, в которой, сами видите, там три страницы, да, и так, полтора зареганных пользователя, мы ломаем вот этот статус-кво, мы пишем, если что-то не так, то есть, грубо говоря, вот в New Relic, если я смотрю, мне вот здесь никто не написал, что это спайк, идите, посмотрите, у вас тут нетворк, у одного юзера был 20 секунд, ну, то есть, непонятно, что это. Как бы, нет никакого сигнала к действию, что, ребята, у вас вот это неправильно, вот это неправильно, посмотрите. У нас здесь есть вот вся эта экспертиза, ну, большая ее часть, которую мы накопили за время занятия вот перформансов сайтов, мы пока вот выводим такими плюшечками, вот, что это, вот, например, рендеринг-блокинг ресурс, что HTTP 2 надо вызвать, что здесь надо включить сжатие, опять же, да, мы пишем XIP, мы не пишем Broxley, не верьте, когда кто-то пишет XIP, все имеют виду Broxley. Советы по тому, что можно заинвайнить в CSS, маленькие ресурсы, например. Куча вот этих вещей еще на подходе, но вот такие вещи. Важная штука, которая нет вообще в нью-релике, которая есть только в Speed Curve, и там это не совсем понятно, потому что там это работает на базе веб-пейдж-теста, и никакого рама там быть не может, но они вроде как хотели добавлять рам. Перформанс марки. Есть юзер тайминг API, вы можете написать в браузере, в консольке, или в JavaScript коде, любом, вот такую штуку, и браузер выдаст вам все ресурсы, которыми он был озадачен во время этого запроса. И есть особый тип ресурсов, называется марки. Это перформанс метки, которые вы можете сами задавать у себя в коде, и которые используют очень много вендоров. То есть, если у вас, например, на вот этой страничке контактов, которую мы сейчас смотрим, используются Google карты. И у них в виджете есть вот эти перформанс марки, которые позволяют и вам, в том числе, как тому, кто владеет этим сайтом, отслеживать вообще в принципе перформанс, как и у конкретного пользователя на фронте отрендерилось, с какой скоростью. Там вначале не очень интересные перформанс марки, но вот в конце мы видим, что первый тайл отрендерился на полутора секундах, тогда же, когда и первый пиксель. А все тайлы и все пиксели отрендерились на секунде 800. Это достаточно быстро. Это быстрая сессия, но мы можем пойти выбрать, например, другую. и чек. Давайте, кто здесь есть. Но видно, может ли не быть марок. А, нет. Ну вот карты. Видим, что у человека карты грузились очень долго, загрузились в конце, и мы уже не собирали тогда статистику. У меня есть на самом деле пример, как использовать эти марки самим. Ну вот это мой сайт, по нему статистика. Вот Head Done – это марка, когда у нас браузер закончил обрабатывать Head, все, что в Head, то есть все скрипты, все стили, вот эту всю штуку. И помните, я говорил, что он не отрендерит ничего, и дальше не пойдет, пока он не скачает, не запарсит это все. Вот у меня просто здесь эти все штуки в виде прелода и асинхронных скриптов, поэтому вот марка, что Head от парсили, случается до того, как эти ресурсы вообще скачались. И так должно быть, так быстро грузится. Вот инициализация Google Analytics. Любые вообще вещи, в принципе, выглядит это вот так в JavaScript коде, если интересно. Вот так это выглядит, и все, больше ничего не надо делать. Эта инфа собирается, и она собирается вот в нашей этой штучке, и если вы ее себе просто собираете, вот здесь есть время, когда это случилось, от загрузки страницы. То есть, в принципе, вот эти вещи, вот эти кусочки кода можно добавлять в свои любые места на своем сайте, и это будет отслеживать реальные какие-то отметки. Если, не знаю, читали там на Хабре недавно, я сам не читаю, но мне скидывали, есть перевод. Извини, Евгений, у нас еще два докладчика, мы бы хотели сказать. Да, я уже все, я уже все, да. Вот, собственно, эта штука юзается в ангуляре, в реакте, во всех прилагах, если вы разрабатываете что-то на тестовых девелоперских версиях, там марки встроены по дефолту, и вы можете все это использовать. Собственно, вот, все, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. вот. А можно ссылочку на гитхаб? Вот она, битли 1.36. Я думаю, мы все ссылочки, которые будут упомянуты в выступлении сегодняшних, мы их выложим на сайте встречи и в группу контакта, и вы сможете их найти. Еще один вопрос. А вот эти все тулзы, это все бесплатно вы показывали? Да, какие-то тулзы, естественно, платные, какие-то бесплатные. Первая часть, которая синтетические тесты, вот, до выплач-теста, это все бесплатные тулзы. Потом, вот, Machmetrix, New Relic, это все платные тулзы. Причем они, ну, вот это подешевле, а New Relic стоит так на интерпрайзном уровне, я бы сказал. А таки, которые мы делаем, он пока бесплатный, но планируется платный, но там будет у нас какой-то кэп, который будет точно бесплатным, там, 10 тысяч хитов в месяц или, может быть, даже больше, это все будет бесплатно. Еще вот такой общий вопрос. Вот, например, у меня есть какой-то лендинг пейдж, да, там, который продает какой-то продукт, и он грузится там 3 секунды. Вот это плохо, это или это нормально? И как это вообще? Это очень плохо, и оптимайзли, например, если вы используете, кстати, оптимайзли для различных АТ-тестов и вариаций, у оптимайзли есть перформанс-марки, но никто их не подхватывает, кроме нас. Это очень плохо, есть много исследований от Google, от Facebook, от Bing, от Yahoo, от всех, от Amazon, когда они сознательно повышали время ответа сервера на 500 миллисекунд, секунду и на полторы секунды, и просто рисовали график, как у них падают все конверсии, падают все прибыли и все-все-все-все-все на свете. Поэтому, да, безусловно, лендинг, на лендинге очень важно, и мы, кстати, будем поддерживать UTM-метки, которые тоже никто не поддерживает, это очень странно, потому что иногда надо отследить конкретный локейшн или сорс. это очень важно, на исследование я ссылочку тоже добавлю тогда, если интересно, потому что там очень много статистики, когда реально крупные ребята добавляют просто 200 миллисекунд оверхеда искусственного, и все, и у них конверсия падает там на 5%, что такое 5% прибыли, если это продающая какая-то ваша страница, очень важная в воронке, это очень много. Поэтому, собственно, я показывал тут примерно Shopify, магазина, поэтому меня и нанимают в принципе клиенты, потому что вот эти полторы секунды и коммерсии, и в том, где тебе каждый пользователь может сконвертиться в несколько десятков сотен или тысяч долларов, вот эти вот баунсы, это очень важно, все показатели отказов в 10-15% это очень высоко, и да, лендинг, лендинг должен грузиться очень быстро, вот, ну, вот наш лендинг, вот он, он даже с выключенным кэшем грузится, ну вот, за 265 миллисекунд, и здесь есть CTA, который можно кликнуть, который сразу, сразу доступен. Ясно, спасибо. У кого-нибудь еще есть вопросы? Огромное спасибо, Евгений, очень интересный доклад, ждем тебя на следующих встречах еще. Спасибо, приглашайте еще, спасибо за вопросы. Спасибо. Все, давайте, пока.